Друзья, вот она легендарная батарейка Крона. Кто-то скажет, что это просто источник питания, но не сегодня. Мы докажем, что это мощнейшая антенна. Больше никаких огромных железяк, только наука, смекалка и немного магии. А теперь настало время для самого загадочного этапа, выбор длины кабеля. Берем рулетку, отмеряем ровно 25 сантиметров. Да, можно было бы взять наугад, но так получится более научно. Хотя, если честно, если взять 26 сантиметров, никто этого не заметит. Но мы же делаем все по ГОСТу. Запомните, друзья, в антенне важен каждый сантиметр. Или не важен. Это мы как раз и проверим в этом эксперименте. Отрезаем кабель, и в этот момент где-то грустит один инженер, который знает, что сигнал будет работать независимо от длины. Но он все равно хочет написать комментарий. А теперь, друзья, начинается самая ответственная часть. Многие думают, что главное в антенне это длина провода, но нет. Главное это правильная подготовка. Как говорится, можно построить ракету, но если не зачистить контакты, это просто кусок железа. Отмеряем участок равной длине батарейки, плюс еще 10 миллиметров. Кто-то сейчас спросит, а зачем именно 10? А я отвечу, потому что это эксперимент. А эксперимент это то, что движет науку. Ну и плюс, так получилось ровно. Теперь снимаем изоляцию. Здесь важно не спешить, потому что если заденешь оплетку, все. Пиши пропало, переделывай заново. Это как раз тот момент, когда точность решает все. Ну почти все, кроме удачи. Теперь остается аккуратно освободить центральную жилу. Эти 10 миллиметров. Говорят, что правильная зачистка кабеля это искусство. А если это правда, то я прямо сейчас создаю шедевр. И вот у нас уже почти готовы идеальные контакты. Настоящий профессионал бы сказал, работа сделала идеально. Ну а я скажу, главное, чтобы работало. Убираем все лишнее со стола, чтобы оно не мешало. Теперь берем наш зачищенный провод и примеряем его к батарейке. Теоретически он должен лечь идеально, но мы-то знаем, что теория и практика это две большие разницы. Вот теперь начинается тонкая настройка. Загибаю 10 миллиметров центрального проводника так, чтобы он плотно лег на минусовой контакт. Это тот самый момент, когда миллиметр вправо или влево может решить судьбу нашего проекта. Центральный проводник должен зайти в минусовой контакт батарейки кроны. Это очень важно, потому что если что-то сделать не так, то антенна может не ловить вообще ничего. Ну кроме криков, скептиков, комментариев. Чтобы все было надежно, разжимаю контакты батарейки. Здесь главное не сломать их полностью. Иначе эксперимент придется заканчивать раньше времени. Все как в жизни. Если приложишь чуть больше силы, потом будешь долго сожалеть. Использую нож или плоскогубцы, чтобы аккуратно вставить центральную жилу прямо в контакт. Если бы кто-то посмотрел на это со стороны, мог бы подумать, что я взламываю батарейку. Но нет, мы просто делаем науку доступной. Все. Теперь центральный проводник надежно зафиксирован внутри контакта. Настоящая ювелирная работа. Можно было бы сделать быстрее, но лучше сделать качественно, хотя бы раз в жизни. Фиксация надежная. Теперь этот проводник отсюда не вылетит. Даже если эту антенну случайно примут за артефакт внеземных технологий и попытаются изучить ученые. А теперь начинается священный ритуал. Пайка. Кто-то скажет, зачем паять, разве так не держится? Держится. Но это как сказать, что машина без тормозов тоже может ехать. Вопрос куда и как долго. Берем паяльный гель. Это как соус к хорошему стейку. Без него можно, но будет не так вкусно. Наносим его на проводник и контакт, чтобы соединение получилось не просто прочным, а максимально идеальным. Разогреваем паяльник и вот тут начинается магия. Как говорят мастера, если при лужении нету дыма, значит ты просто забыл включить паяльник. А у нас все по ГОСТу. Дым есть, значит процесс идет. Теперь берем олова. В детстве нам говорили, что его используют для лужения проводов. Но я подозреваю, что его главная цель соблазнить всех диайвайщиков заняться пайкой. Теперь скрепляем все паяльником. Почему я не использую суперклей? Потому что он как надежда на 5G не оправдал ожидания. Держится крепко, не шатается, значит первый этап завершен. У нас уже почти готовый приемник. Осталось только соединить все в единую схему и проверить, насколько хорошо работает наше творение. Сейчас мы создадим магическую пружинку. Почему магическую? Потому что она будет собирать все волны прямо из эфира. Но по крайней мере мы так будем рассказывать скептикам. Теперь нам нужен цилиндрический предмет, чтобы загнуть провод в пружинку. Что я беру? Конечно мини пульверизатор. Кто-то скажет, ты что серьезно? Конечно серьезно, что может быть точным, чем форма флакона. Аккуратно накручиваю провод на флакон. Главное не торопиться, потому что если сделаешь витки слишком широкими, будет плохо. Если слишком узкими, тоже плохо. Поэтому золотая середина. Теперь превращаем наше колечко в самую важную часть антенны. Пружинку, которая будет вытягивать сигнал прямо из эфира. Как говорят мастера, если что-то можно закрутить в спираль, значит оно работает лучше. Аккуратно разгибаю пружинку. Здесь важна точность, потому что если она получится слишком растянутой, можно случайно настроиться на переговоры инопланетян. А если слишком сжатой, то возможно ловить будет только один канал. И то с помехами. Вообще пружина это классика в мире антенн. Есть теория, что закругленный провод меняет свойства электромагнитного поля. Хотя возможно это просто красиво звучит, и никто не знает правда это или нет. Все, пружинка готова. Теперь это не просто кусок провода, это полноценный элемент антенны. Выглядит настолько профессионально, что если поставить рядом Wi-Fi роутер, он начнет чувствовать себя неуверенно. Теперь мы подходим к финальному этапу создания нашей антенны. Соединяем пружину с плюсовым контактом батарейки. Если минус это основа, то плюс это ее душа. Берем паяльный гель и аккуратно наносим его на контакт. Это как масло на сковородку перед жаркой. Без него ничего нормально не прилипнет. Ну точнее наоборот, не отвалится после первого движения. Теперь добавляем немного олова. Как говорят мастера пайки, олова много не бывает. Хотя если переборщить, батарейка может начать выглядеть как киборг из будущего. Берем нашу пружину, и вот тут начинается самая тонкая настройка. Нужно не просто припаять, а сделать так, чтобы она не касалась корпуса батарейки. В противном случае у нас получится не антенна, а мини-нагреватель. Выставляю пружинку вертикально. Она начинает напоминать воронку. Как у профессиональных антенн, возможно именно в такой форме и скрывается секрет успешного приема сигнала. А может просто выглядит красиво. Теперь пришло время для финального штриха. Используем фольгу. Кто-то заворачивает в нее бутерброды, кто-то делает самодельные шапочки от 5G, а мы превращаем ее в усилитель сигнала. Потому что если фольга отражает тепло, почему бы и не отражать и волны? Логично? Логично. Складываю фольгу по размерам батарейки. Кто-то сейчас спросит, а разве размер имеет значение? Конечно, в антеннах все имеет значение, даже миллиметры. Ну или мы просто делаем вид, что это научно обосновано. Теперь нужно сделать идеальную полосу. Чем ровнее она будет, тем чище сигнал. Хотя, возможно, просто так красивее смотрится. Кто-то скажет, а можно было бы просто обмотать батарейку как попало? Можно. Но разве тогда это будет выглядеть профессионально? Нет. Нам нужен инженерный подход. Максимальная точность, минимум догадок и максимум смекалки. Теперь мы берем фольгу и превращаем батарейку в усилитель сигнала. Кто-то скажет, но фольга же для еды. Да, но мы-то знаем, что в умелых руках это инструмент будущего. Оборачиваю фольгу очень плотно. Главное не оставлять зазоров. Потому что чем лучше фольга прижата, тем лучше будет принимать сигнал. Ну, по крайней мере, так хочется верить. О, теперь это не просто батарейка, а футуристическая антенна, которой бы позавидовали инженеры 80-х годов. Осталось только закрепить результат. Теперь самое важное, закрепить нашу фольгу, чтобы она не разошлась и не начала жить своей жизнью. Потому что если оставить ее без фиксации, она будет разворачиваться как неожиданный счет за электричество. Для этого берем клей ПВА. Кто-то использует его для поделок в школе, а мы для высоких технологий. Видели ли когда-нибудь антенну, собранную на ПВА? Теперь видели. Клей должен хорошо схватиться, поэтому аккуратно прижимаю край фольги. Главное, не торопиться. Как говорится, лучше потерять секунду жизни, чем жизнь за секунду. Но в нашем случае антенну. Все, теперь конструкция едина, прочна и готова к работе. Осталось немного подправить детали и можно тестировать. Переходим к финальному этапу. Выравниваю пружинку, теперь она идеально смотрит вверх. В древности люди смотрели в небо в поисках божественных знаков, а мы в поисках телевизионного сигнала. Теперь переходим к финальному этапу. Подготовка разъема для подключения к телевизору. Потому что без этого все наши старания это просто красивая выглядящая батарейка с проводами. Берем второй конец коаксиального кабеля и начинаем зачистку. Тут главное не переборщить. Если снять слишком много изоляции, может возникнуть короткое замыкание. Теперь аккуратно закручиваю коннектор. Кто-то спросит, а зачем вообще этот разъем? Все просто, чтобы это выглядело профессионально. Потому что если бы я просто засунул голые провода в телевизор, люди в комментариях бы начали бунт. Фиксирую коннектор. Он должен держаться так крепко, как вера некоторых людей в теорию права. Плоской земли. Ну а вдруг сигнал действительно идет по краю диска. Готово. Ну что, проверим ее в деле? Итак, проверять будем по старой схеме. Включать будем через TV-тюнер. Чтобы вы мне потом не сказали, что изображение через Wi-Fi. Подключаем тюнер в питание. Подключаем HDMI кабеля от нашего монитора. И подключаем нашу антенну. И момент истины. Каналы появились. Вы видите это? Вот она, антенна будущего. Не какие-то громоздкие конструкции, а всего лишь батарейка, немного фольги и кабель. Казалось бы, бред, но он работает. Ну что, друзья, если вам понравился этот эксперимент, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарий, какую еще безумную антенну стоит попробовать. А теперь внимание, реклама от спонсора. Эту трансляцию поддерживает телеграм-канал SkrydeX Media. Если вы любите мощные бенгеры, саундтреки по играм и вам нужна музыка, которая качает не хуже моей антенны, то вам срочно нужно туда. Ссылочка в описании.